Большое спасибо, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Прежде всего хочется сказать, что мне очень приятно быть в этом городе и вас приветствовать здесь. И представить вашему вниманию совместное сообщение трех центров. Это нашего центра, института Герцена и двух питерских центров. Но хочется, конечно, сказать, что Петербург не перестает меня удивлять. И сегодня немножко удивился, что чуть не оказался Тимуром Турдовичем. Но, тем не менее, спасибо за приглашение. Итак, все мы знаем, что очень часто бывает развитие биохимического прогрессирования у больных после хирургического лечения. И, как уже было сказано, на протяжении первых 10 лет после радикальных методов терапии у 27-50% пациентов наблюдается биохимическое прогрессирование, появление местного рецидива или генерализация процесса. Поэтому терапия второй линии будет показана многим пациентам, и 1-3 пациентов в течение 5 лет будут нуждаться в проведении последующих линей терапии. По нашим данным, при анализе базы данных, включившей более 1800 пациентов, биохимический рецидив был выявлен у 27% больных при медиании периода наблюдения 76 месяцев. Местный рецидив верифицирован у 5% и генерализация у 8% больных. Критерии биохимического рецидива всем нам известны. После радикальной простатоктомии это повышение уровня ПЦА более 0,2 в двух последовательных измерениях. И после лучевой терапии это критерии Феникс. То есть повышение уровня ПЦА более 2 нанограмм на миллилитр или НАДИР плюс 2 критерий Феникс. Биохимический рецидив после радикальной простатоктомии может определяться либо с сохраняющимся повышенным уровнем ПЦА после операции, что говорит о наличии метастазов на момент выполнения операции или о наличии остаточной опухоли, то есть нерадикально выполненной операции. И также может быть отмечен рост ПЦА после его нормализации, что может быть связано как с местным рецидивом, так и прогрессированием скрытых метастазов. О вариантах лечебной концепции у больных с прогрессированием заболевания прекрасно сообщил Сил Борис в своем предыдущем докладе. И, конечно же, вопрос о том, что делать с пациентами, у которых наблюдается лимфогенное прогрессирование, в сегодняшний день очень актуален. Так, при поиске в системе ПАВМЕД по вопросу сальважной отраженной лимфогенотомии у больных раком предстательной железы на сегодняшний момент найдено около 50 работ. Тем не менее, количество публикаций постоянно увеличивается в литературе, что, в общем-то, говорит о том, что эта тема достаточно новая и в то же время очень актуальна. Много мы говорили о методах, которые позволяют нам установить наличие лимфогенного прогрессирования, в частности, методы визуализации с использованием ПЭТ-Холина. И вот представлена одна из наиболее крупных работ, которая показала высокие показатели чувствительности и специфичности данного метода, который достигает 70%. Другое исследование, которое уже использовало не Холин, а Галлий как метку при оценке метастазов в лимфоузлах, и в последнее время включило более 300%. Вы видите, что чувствительность ПЭТ с Галлием была достоверно выше, нежели при использовании ПЭТ с Холином. Но чувствительность во многом зависела от уровня ПСА, при котором проводили исследования. То есть, чем выше уровень маркера, тем результаты исследования были более показательны. Если вернуться к вопросу о опыте, мировом опыте выполнения спасительных методонктомий, то суть работ, которая оценила эффективность этого лечения, заключалась в том, что во многом результаты зависели от количества метастазов, при которых выполняли спасительную лимфодонктомию. Так, более ранние серии наблюдений, вы видите, включали пациентов с большим количеством поражений лимфоузлов, и вы видите, результаты во многом отличались от поздних серий наблюдений, при которых включались пациенты уже изолированным, с изолированным поражением лимфоузлов, то есть с так называемым олигометастатическим процессом. На данном слайде представлены результаты немецкого исследования перспективного, включившего 95 пациентов с наличием лимфогенного прогрессирования. И вы видите, что полный ответ по виде снижения ПСА менее 0,2 мгмл, отмечен у 40% пациентов. И медиана времени до начала системной терапии составила 12 месяцев. То есть это было исследование, которое показало, в общем-то, эффективность, действительно эффективность данной методики. И наиболее крупной серией наблюдений на сегодняшний день располагает работа авторов под руководством Бриганти, которая включила более 100 пациентов с снижениями с постоянным прогрессированием после хирургического лечения. И вы видите, что здесь авторы проявили стратегикацию пациентов в зависимости от ответа по ПСА. То есть с ответом менее 0,2 мгмл, результаты пятилетней безрецидивной выживаемости были достоверно лучшими, нежели у группы больных, в которых не было такого выраженного снижения маркера. В то же время хочется отметить, что прогресс не стоит на месте, постоянно внедряются и предлагаются новые методы лечения. И так вот в работе авторов, которая была представлена в этом году и включила 22 больных с местным рецидивом, проводили исследования, интероперационные исследования детекции метастазов с использованием гамма-датчика интероперационного и навигацией с меткой с использованием просто специфического мембранного антигена. И, в общем-то, вы видите, что при удалении узлов, выявленных интероперационных с использованием этого метода, частота снижения, то есть полной ремиссии в виде снижения ПСА менее 0,2 мгмл, достигнута более чем у 50% больных. Мы также совместно с Центром онкологии Непетрова и ЦНИИ провели исследование, включившее 54 больных с инфогенным прогрессированием. После различных методов локальной терапии вы видите, что в основном это были пациенты после хирургического лечения около 80%, также больные после леценфонной лучевой терапии и после бракетерапии. Здесь представлена характеристика пациентов. Средний уровень ПСА до операции составил до перезинфоденектомии составил 6 нгмл. И медиана времени от инициальной терапии до сальважной операции составила 24 месяца. Таким образом, доступны наблюдению были данные лечения, результаты лечения 22 пациентов после хирургического и лучевого лечения. У всех больных были выявлены солитарные менее трех измененных лимфатических узлов по данным ПЭТ-КТ. Двое пациентов были на стадии кастрационно-рефрактерного заболевания. И расширенная тазовая лимфонисекция с удалением не только измененных лимфоузлов, но и всех лимфоузлов в зоне поражения выполнена всем пациентам. Гормональную терапию рекомендовали только в случае выявления признаков прогрессирования заболевания и не назначали сразу, непосредственно сразу после операции. И полной ремиссией считали снижение уровня ПСА менее 0,2 нгм. Здесь представлен клинический случай одного из пациентов. Видите снимки ПЭТ-КТ. Хорошо виден измененный лимфоатический узел в проекции общих воздушных сосудов. Интероперационная фотография. Вы видите удалена клетчатка по ходу общих воздушных наружных межных сосудов. Сфиксирован мочеточник. И вы видите вот измененный лимфоузел, который локализовался в этой зоне. Картина макропрепарата удаленного. Измененный лимфоузел. И вы видите суперосширенная тазовая лимфоанэкономия. Другой клинический случай, также очень интересный. Я его решил также показать вам. Это пациент 57 лет, у которого в анамнезе также было хирургическое лечение. По данным ПЭТКТ два метастаза, в полости малого таза, вы видите локализация очага, и в интероперационной фотографии выполнена также супер расширенная лимфодисекция, удалена вся клетчатка в тресакральной зоне. Но чем интересен именно этот случай, что лимфовые углы локализовались не в тресакральной клетчатке, как мы изначально думали, а в мезоректуне, видите, локализованная пешка, и вот здесь были обнаружены измененные лимфатические углы. Таким образом, медиана удаленных лимфатических узлов составила 21, медиана выявленных метастазов 3. Метастазы в лимфатических узлах выявлены у 96% пациентов, и у одного пациента мы не обнаружили, для нашей морфологии не обнаружили метастазов в лимфатических узлах, которые мы удалили, и данному пациенту была назначена гормональная терапия. У 8 пациентов, которым выполнена операция, мы обнаружили дополнительные метастазы, которые локализовались за пределами, так скажем, границ поражения. То есть, по факту, был выявлен более распространенный процесс. Снижение уровня ПСА более 50% отмечено у 73% больных. И у 5 пациентов, у которых количество метастазов было выявлено более 3 после операции, рекомендована немедленная гилантная гормональная терапия, и больные были исключены из анализа по выживаемости. Ну, вот здесь несколько, наверное, сложный такой график, который имеет красивое название «Вот и коу-код». Но в чем суть? Суть в том, что здесь представлены больные, которым мы проводили лечение, которые были доступны по анализу динамики снижения ПСА. Вы видите, у 3 пациентов снижение ПСА не отмечено, то есть ПСА продолжило расти. И у значительного большинства пациентов отмечено снижение уровня маркера через 3 месяца после операции и снижение более чем на 50%, отмечено, как я уже сказал, на предыдущем слайде, у 73% пациентов. И здесь представлена кривая Каплан-Мэйера трехлетняя, пока у нас получилась в салюзресидивная выживаемость, которая составила около 40%. И медиана уровня ПСА у больных с ответом, после которых был обнаружен ответ в виде снижения ПСА, составил 0,3 нг на миллилитр. И полная ремиссия в виде снижения, как я уже говорил, ПСА менее 0,2 отмечена у 32% больных. При медиане периода наблюдения более двух лет. И хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти 7 пациентов не получали никаких дополнительных методов терапии на протяжении всего этого периода времени. Ну и таким образом мы можем подытожить, что методика спасительной расширенной тазовой лимфодентной является эффективным. И как уже, конечно, говорил Савел Борисович, тут основная проблема на сегодняшний день понять и сертифицировать когорту больных, которые имели бы наилучший эффект от данной манипуляции. И таким образом мы можем рекомендовать к тому, чтобы продолжать набирать пациентов, продолжать набирать опыт. И я предлагаю, конечно, объединять наши усилия в этом направлении. Большое спасибо. Спасибо.